Урок 3. В квартире. Полет был очень долгим, почти 10 часов, да еще разница во времени 8 часов. Во время почти часовой поездки по городу от аэропорта Шереметьево 2 до Дашиного дома мне очень хотелось спать. Наконец мы приехали. Дом, в котором живет Дашина семья, построен 15 лет назад. Это высокий, современный и многоэтажный дом. Мы вошли в подъезд. Поднялись на 8 этаж. Дашина мама, Ирина Владимировна, встретила нас в коридоре. Мы познакомились. Она сказала, что обед готов и мы можем сразу садиться за стол. Честно говоря, не хотелось помыться, принять душ и совсем не хотелось есть. Даша показала мне квартиру и комнату, в которой я буду жить. У Кузнецовых большая 4-комнатная квартира. Большая комната действительно очень большая. Здесь обычно собираются все члены семьи. На стене висит большой телевизор, рядом стоит диван и два кресла. В этой комнате стоит большой обеденный стол, но его накрывают только тогда, когда приходят гости. Вся семья завтракает, обедает и ужинает на кухне. Кухня очень большая. Здесь тоже есть стол. Комната, в которой я живу, это кабинет Дашиного отца. Это красивая и уютная комната. У стены напротив окна стоит высокий книжный шкаф. Рядом большой стол, на котором стоит компьютер и настольная лампа. На столе лежат журналы на русском и английском языках. На стенах висят фотографии самолетов, плакаты международных выставок. На полке над столом можно увидеть семейные фотографии. Рядом со шкафом стоит раскладной диван, на котором я буду спать. В квартире есть большая ванная комната, в которой и туалет, и душ, и большая ванна. В коридоре, недалеко от одной двери, есть еще один гостевой туалет. Мне очень нравится эта московская квартира. У меня отдельная комната и есть интернет.